Ааа, здрасте. Друзья, всем привет. Мы продолжаем золотой колос. И глядя на наш баланс, можно сделать только один вывод. Мы в дерьме. И надо, в общем-то, эту проблему решать. На самом деле, особо ничего страшного нету. То есть, оно, конечно, все плохо, но не настолько, чтобы прям приуныть. Потому что я опять набрал контрактиков. Контрактиков много, контрактики жирные. И некоторые из них мы сегодня выполним, а некоторые не будем. Потому что еще не все созрело, не все посажено. В первую очередь, нас интересует контрактик на пшеничку вот этот. 251 куб на мельницу. У нас растет поле пшеницы, поэтому мы ее соберем, и у нас будет 250 кубов. Мы все это дело отвезем на нашем классном поезде, да. Еще есть интересный контракт. Он заканчивается через 14 часов, поэтому надо, в общем-то, его тоже выполнять. И баклажаны, кстати, тоже. 15 часов осталось. И сегодня надо, по-любому, это все дело завершать. Томаты, увы, надо возить на универмаг. Туда рельсы не проложены, поэтому придется это делать с помощью Урала. Ничего страшного. А еще, друзья, надо заглянуть к нашим овечкам. Но для начала давайте замутим уборку. Ну что ж, товарищи. Уборочка пошла. Приехал валерончик, который будет разгружать наш суперский комбайн. Комбайн уже трудится. И, кстати, я принял решение, ввиду сложившейся финансовой ситуации, наших валеронов снять с обеспечения. Теперь эти падлы не будут жрать мои деньги. Или будут? Они все равно жрут мои деньги. Ублюдки. Ну да ладно. Погнали к нашим овечкам. А прибываем мы туда, на нашей любимой МТЗшке. Правда, она вряд ли любимая у меня, но да ладно. У нас, как вы видите, уже 26-й день пошел. А это значит, что наши ягнята подросли. И теперь это подрастающее поколение овечек. И они теперь пасутся у нас вот здесь вот. Теперь это не ягнята, а самые настоящие овечки. И валероны, соответственно, сами их перевели ночью, когда они подросли, из корпуса с ягнятами вот в эти два корпуса. И насыпали им жрачки из ферментатора, из склада тюков. Кстати, у нас тут башня починилась. Водонапорная, которая стоит где-то там сзади. Пришлось ее починить, в общем-то, да. На новую денег нету, мне ставить не захотели. А починить, пожалуйста, без проблем. Поэтому, в общем-то, вода у них есть. Давайте меню откроем. Че я тут рассказываю без меню? Значит, смотрите. В первом корпусе 500 штук, во втором корпусе 200. Туда еще можно 300 штук запиндюрить. Соответственно, можно их будет купить. Правда, сейчас, как понимаете, денег нету. Соответственно, силоса на второй корпус тоже не хватило, потому что в ферментатор мы закинули всего лишь 34 куба. Половина ушла в корпус для ягнят, половина в первый корпус. Во второй не хватило. Всего остального хватило, там проблем никаких нету. Ну и, соответственно, производительность у них теперь 65%, а не 100. Шерсти они пока что, разумеется, нихрена не дали. Немножко покакали на 1832 литра. Но силоса у нас, друзья, еще есть в яме. Вот в этой. Тут тоже, по-моему, 34 куба его всего. Я не помню точно. Да, 34 куба. Соответственно, отсюда можно сейчас взять и насыпать им еды. Я ж не просто так сюда МТЗшку с ковшом-то пригнал. Так что сейчас мы им дадим пожрать, и они перестанут ныть. Я, правда, так не люблю с ковшом возиться, вы бы только знали. Но ничего не поделаешь. Надо. Я вот не знаю, можно, в принципе, закинуть это все дело в ферментатор. Вот так вот. И, соответственно, из ферментатора валероны могут сами их кормить. Но это, в общем-то, как вариант. Но мы сделаем по-другому. Мы сами им позакидываем. Потому что сейчас денег нету. Платить валеронам тоже не особо хочется. Нам надо во второй корпус. Там прямо внутри высыпается еда им. Сюда вот мы заезжаем. Вот здесь овечки что-то едят. Здесь не принимают такое... В смысле не принимают? Вы что, охренели, что ли? Здесь же выгружать корм и солому. Силос это же корм. Что не так? А ну-ка погнали посмотрим. Я, видимо, чего-то не знаю. Ну, так иногда бывает на самом деле. Я не могу все знать. Вода. Корм и солома. Ну, логично же, что силос это корм в данном случае. Как бы в первом то же самое. Ммм, интересно. Ну, ладно, давайте выгружать ферментатор. Чего уж там. У нас выбора особо нету. Надо их покормить. Давайте, наверное, может быть... Сразу же им перекинем вот эти вот 4 куба. Снабдить корпус. Нажимаем кнопочку. Теперь у них всего в достатке. 188 евро мы еще заплатили. Охренеть. Мне бы столько платили. И, в общем-то, у них есть что пожрать. Я просто еще не знаю, что делать дальше. Тут есть очень интересный момент. Я вам сейчас его покажу. В одной из прошлых серий пришло мне замечательное сообщение о том, что поле продает с 37-ое. И мне прям очень сильно захотелось его купить. Возможно, это было большой ошибкой, но я его купил. Оно большое и мне нравится. Правда, находится далеко. И засели мы его кукурузой, которая тоже у нас пойдет на силос. Тут с этого поля будет очень дохрена силоса. Очень дохрена сечки и, соответственно, дохрена силоса. Но убирать его сейчас нечем. Нету комбайна. К нам приезжал Евлампий. И он привозил свой комбайн, которым мы косили траву. В общем-то, мы с ним договорились, что он нам потом привезет еще один комбайн. Только уже поновее. Классный. И поможет убрать это поле. Я пока не знаю, куда это все дело затаривать. В яму или в ферментатор. Мне кажется, что правильнее будет в ферментатор. Ну, точнее, проще, чем из ямы потом туда пересыпать. Поэтому, наверное, давайте мы оставим то, что в яме лежать в яме. Ферментатор оставим пустым, потому что если там будет силос, то туда нельзя будет ничего выгрузить. А потом приедет Евлампий. И мы на стриме в прямом эфире. На его технике. У него там, говорят, очень классная техника есть. И маны классные, и всякое такое. Мы с ним уберем это поле. И потом я его засею пшеницей. Так что да, мы не будем трогать сейчас ферментатор. Пускай будет так. А еще, друзья, кстати, у нас есть поле с травкой. И это поле с травкой надо покосить. Я его сейчас покошу. Точнее, валерон его покосит. А волковать я его не буду. И собирать, тюковать тоже ничего не буду. Мы это сделаем после двух-трех покосов. Чтобы сразу было много тюков, чтобы было потом весело. Поэтому отправляем валерона. Только он какую-то непонятную хрень сейчас сделал. Я же ему все разложил. Все же прекрасно сделал. Нет, ему надо было самому это все делать. Но он какой-то лошара. Так что валерчик у нас пошел косить. Все скосит. И вот эта травка будет лежать просто так здесь. А волкованием и прочей фигней мы после следующего, может быть, через один покос будем заниматься. Чтобы сразу много травы было. Потому что пока что ее хватает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А между тем, друзья, у нас наши теплички активно плодоносят. Уже 59%, у некоторых 60%, те, которые чуть раньше закинул. И как мы видим, есть уже 303 куба томатов и 400 кубов баклажанов. Этого хватит, чтобы начать выполнять контрактики. И это очень хорошо. Поэтому Урала сейчас отправим возить томаты. Смотрите, у меня тут, кстати, еще рассады есть куча. Там клубничка и баклажаны, да. Контракты есть, рассады есть. Так что мы выползем из этого минуса как нихер. Отправляем валерончика возить томатики. Там, правда, барышня какая-то поехала. Причем она была в какой-то медицинской фигне одета. Не знаю, не обратила внимания. В общем-то, тут все поехало завертелось. Я думаю, что мы контракты даже все себе повесим сюда, чтобы за ними следить. Вот так вот. Соответственно, томаты у нас ездят на универмаг. Туда ездит Урал. Он совсем справится сам. А нам же нужно взять поезд, отвезти баклажаны на ЖД-станцию и пшеницу на мельницу. Поэтому, наверное, погнали заводить поезд, потому что скоро пшеница соберется. У нас есть вот такой вот классный поезд, который стоит прямо в ангаре. И там есть куча вагонов. Только нам локомотив надо перецепить будет. Ничего страшного, перецепим. Можно его даже сразу отцепить. Вот так вот и дышь. И, соответственно, заводим его. Сначала надо подцепить состав, который стоит справа. А потом это все перегнать под загрузочную линию, чтобы начать загружать пшеницу. Пшеница у нас, кстати, уже 235 кубов собралась. Получается, еще один прицеп полный приедет. И этого будет мало. Ха, будет 600 литров не хватать. Значит, ждем. Ладно, пока перецепимся и начнем заполнение. Почему бы и нет? Выезжаем, в общем-то, перецепляться. Друзья, смотрите, какая у нас штука получается. Нам длины состава не хватает, чтобы выехать нормально. Мы не можем перевести стрелку, потому что мы слишком близко к ней находимся. А выезжать дальше мы не можем, потому что там красный свет. Или чуть-чуть все-таки можем. Блин, сейчас получу штрафы, стопудово. Но чуть-чуть, пару миллиметров мы проедем. Вот, красный мы не пересекли. Но я боюсь, этого расстояния все равно не хватит. А нет, хватило. Переводим стрелку. Все-таки нормально. Это замечательно. Тогда подгоняем наши суперские вагоны под загрузочную линию. Начнем мы именно вот с этого вагона, чтобы потом двигаться вперед все время. Я не люблю двигаться назад. Тем временем, кстати, вон подъезжает Хорлиман и везет нам еще пшеничку. Правда, привезет она ее сейчас мало. 15 кубов. А надо 15600. Поэтому, да, пока что мало. Но ничего, подъезжаем. Можно, в принципе, начинать загрузку в первые вагоны. Почему бы и нет? А, тут даже 248 кубов. В нем, видимо, меньше 15 кубов. Ну да ладно. Ничего страшного. 94 куба, в общем-то, в первый вагон сыпем. Они, конечно, долговато наполняются, но да ладно. Зато за раз все отвезем. И после того, как первый вагон наполнился, можно пододвинуть второй вагон. И, соответственно, начнем заполнять второй. Пока ждем, пока привезут последнюю пшеницу. Вот сюда вот стоять. Начинаем заполнение. И еще 94 куба заполняем сюда. Да. А пока все это дело заполняется, наш любимый Хорлиман уже едет, кстати, в нашу сторону. И уборка поля закончилась. Да, там совсем немного излишков получилось. Но заполняется он, падла, конечно, долго. Пока переключимся на другой вагон. Потому что его тоже сейчас надо будет ставить аккуратненько. Подгоняем. Подгоняем второй. Точнее третий. В третий вагон нам нужно загрузить 63 куба. И у нас пока что столько нет. А, все-таки он тогда 15 перевез. Все правильно. Может быть, просто он пока высыпался, я меню это открыл. И оно застыло на этом показателе. Видимо, это так работает. Давай, Хорлиман, дружище. Я же вижу, ты уже где-то здесь. Высыпай последнюю пшеницу. Да мы поедем. Вон он едет. Вынырнул из-за угла. Летает тут как угорелый. Давай, дружище, высыпай. Быстрее. Ладно, на самом деле поспешишь. Людей насмешишь. И все такое проще. Вроде как он высыпал. Да, видите, он продолжает высыпаться. А у нас здесь значение осталось. Видимо, в прошлый раз было то же самое. Нам нужно 63 куба. Не больше, не меньше. Засыпаем. 63 и 3 еще останется. Не, не 3. Там больше останется. Это я, если 66 было. Да, там 73 всего. Ладно, все, я молчу. Не орите на меня. В общем-то, пока засыпается. У нас еще 14 тысяч за томатики. Еще одна доставочка прошла. Сейчас мы потиху начнем рассчитываться с долгами. Да, кстати, у нас еще висит кредит на 300 тысяч, если кто-то не знает. Так что долгов у нас просто хоть жопой жуй. Нам, кстати, надо договориться насчет ЖД маршрута. И отсюда мы поедем в порт. Как ни странно. Мы поедем в порт, потому что нам нужно забрать оттуда баклажаны. Потому что ЖД станция, куда нам надо отвезти пшеницу и мельница, они находятся в другой стороне. Поэтому мы сначала едем в порт. У нас как раз все загрузилось, пока я тут тупил с этим всем делом. В общем-то, мы готовы выдвигаться. Поехали. Не, друзья, я все-таки обожаю этот поезд. Это все-таки охренетительное изобретение. У нас тут есть 977 литров огурцов, но нам это сейчас не интересно. Мы грузим баклажаны. Нам нужно всего загрузить 228 кубов. Соответственно, у нас есть 3 вагона, по 100 кубов каждый. Поэтому 228 мы сейчас с легкостью увезем за один раз. У нас есть вот такие вот 3 классных вагона. Сейчас будет полностью забитый поезд, такого еще не было. Правда, вагоны разные. Когда-нибудь мы сделаем себе составы, чтобы они были вот четенькие. Из 6 вагонов каждый. Но это будет тогда, когда у нас будет куча денег. Сейчас у нас нет кучи денег. А между тем, можно второй вагон начать заполнять. Только его надо пододвинуть вперед. Пододвинуть весь состав. И звуки здесь к поезду, кстати, охренетительные сделали. Может быть, конечно, до какого-то узкопрофильного ЖД-симулятора это не дотягивает. Но здесь вообще-то ферма, если вы не заметили. А мы грузим еще 100 кубов. И там, кстати, еще томатики продаются. Очередная партия. Вот томаты будут возиться долго, несмотря на то, что тут, в принципе, близко. Но по 24 куба охотки, это такое себе. А мы сразу за один раз отвезем все. Правда, долго грузимся, но ничего страшного. Томаты, конечно, не очень дорогие. Но это хоть что-то. Все равно за этот контракт 150 тысяч мы получим. Так что, так или иначе, смысл выращивать это все дело имело. Блин, плохо видно. Это пшеница сраная, загораживает мне обзор. Надо вообще местами их немножко поменять. Томаты у нас останутся висеть сверху. Баклажаны мы чуть-чуть пониже, а пшеницу чуть повыше. И все, мы все видим. И там уже все заполнилось. Поэтому давайте тогда подвигаем это все дело к третьему вагончику. Заполняем туда по-быстрому 28 кубов. И чуть-чуть-чуть-чуть нахрен все продавать. Вот так вот вроде должно работать. Хотя там надпись не появилась. Засыпаем туда всего лишь 28 кубов. Потому что больше не надо. Пошло-поехало. Довольно быстро сыпется. Можно тем временем маршрут себе настроить. Значит, куда мы поедем в первую очередь? Нам нужно на ЖД-станцию на четвертый путь. Еще нам нужно на мельницу. Я предлагаю сначала на мельницу. А на обратном пути как-нибудь на ЖД-станцию четвертый путь. Если, конечно, этот маршрут вообще доступен. Мельница. Да, он есть. Там, правда, с разворотом. Но ничего страшного. Погнали сначала тогда на мельницу. Повезем сыпучее. Мы готовы ехать. Можно даже из кабины проехаться. Почему бы и нет? Крутим вот этот вот рычажочек. Мне так нравится, что здесь все крутится и нажимается. Тормозишь. Тормоза работают. Крутишь эту штуку. Она тоже все работает. Все переключается. Все классно сделано. Не в каждом ЖД-симуляторе даже такая штука есть. Но, в общем-то, ладно. Поехали. Продолжение следует... И, аллилуйя, друзья, первый контракт у нас выполнен. Я, кстати, что-то напутал. Я думал, на четвертую станцию мы пшеницу везем, а на мельницу баклажаны какого-то хрена. Я ошибся. Нам надо на ЖД-станцию бокс номер 3. Поэтому мы едем на ЖД-склады, но тут маршрут тоже с разворотом. Ничего не поделаешь. Так что надо быть аккуратненьким. И надо не забыть про стрелки, про которые я все время забываю на разгрузке этих самых. На разгрузке ЖД. Ладно, друзья, погнали. ЖД-станция нас ждет. Будем в третий бокс выгружать баклаженчики. Твою мать, я подъехал не к тому боксу. Что со мной не так? 4-5, а где третий? Или это я в шестой вообще подъехал, а счет начинается с дальней стороны? Опять надо идти в разведку. Да, третий чуть дальше. А я что-то натупил. Ладно, бывает. Поехали к третьему. Сейчас разгрузим, сейчас все будет нормально. Там, кстати, уже томатов 120 кубов отвезли. Урал. Валерон на Урале. Вот этот третий, да. Все правильно. Я надеюсь, вот так вот это типа считается ровно. Нет, это считается неровно. И склад все равно не принимает. Видимо, надо точно на вагон переключаться. Тогда не будет никаких косяков. Да, с вагона все пошло. Выгружаем. И пошли денюжки. Из минуса мы, конечно, сегодня не выберемся. Увы. Но я, честно говоря, сегодня и не планировал. Точнее, может быть, это будет сегодня, конечно. Не, это точно будет не сегодня. Потому что нам еще нужно засеять поле. И не одно. И теплички. Там тоже надо будет рассаду новую засеять. Но это все попозже. Нас сейчас волнует то, что нас сейчас волнует. Выгружаемся. И опять не принимает товар. Да что не так-то? Как это не принимает? Все же принимал. Что за неправильное что-то происходит? Вот сейчас принимает. Он, видимо, считал с другого вагона, который у нас третий. Он был напротив других дверей. И, видимо, считалось оттуда. Мы хотя бы половину долго за сегодня отбили. Ну, или почти отбили. Наверное, тут даже не пахнет половиной долго, на самом деле. О, с первого раза стал. Ни хрена себе. Вот это я молодец. О, контракт на поставку товара баклажана выполнил. Красота. Можно, в общем-то, ехать домой. Наверное. Пока что домой. Это у нас ЖД-станция. Почему-то с ЖД-станцией маршруты не это самое. Не становится вверх. Самыми первыми. Не знаю почему. Нам нужно на ферму. В общем-то, нас готовы пускать. Поэтому поехали. Мчимся на всех парах. У нас есть всего три минуты. Я думаю, мы как-нибудь справимся за три минуты-то. Доедем. Тут недалеко. Ну вот и все. Да. На нейтраль. Глушим наш суперский поезд. И можно из него вылазить. Все. Тишина. У нас тем временем еще привезли томатики. Потихоньку возит. Справляется. Можно закрывать наш ангар. Ну и, в общем-то, друзья, на этом, наверное, у нас сегодня все. Томатики довозятся. Потом мы придумаем что-нибудь с Евлампием. Не знаю, честно говоря. Придет он сам нам помочь или нет. Но технику мы у него точно возьмем. Чтобы убрать кукурузу на силос. Решим там с ним уже забивать яму или нет. Или ферментатор. Проще, конечно, ферментатор. Но яму быстрее. И оттуда можно будет потом всех кормить. В общем-то, ладно. Этим полем я займусь за кадром. Хотя, может быть, и не займусь. А, может быть, и займусь. Не знаю. Плюс еще, возможно, постримим какие-нибудь контракты работы на чужих полях. Потому что и лояльность, и деньги. В общем-то, нам все надо. И сейчас время на это, скажем так, есть. Ждем пока дозреют томатики. Хотя, можно и не ждать. Можно приступать к другим работам. В общем-то, посмотрим. Все увидим. А вы, друзья, тем временем не будьте сосисками. И поставьте лайкусик. Потому что тот, кто не поставил лайкусик, тот сосиска. У нас такое правило. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии. У меня на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.